Здравствуйте! В эфире МТРК Новости. В студии работает Ксения Куценко. И вот что вы увидите в этом выпуске новостей. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А сейчас об этом и многом другом подробнее. Форум областной ассамблеи народа Казахстана прошел в Петропавловске в преддверии Дня независимости. Ее члены подвели итоги года. Активисты получили почетные грамоты и благодарственные письма главы региона. Репортаж Кристина Горбаченко. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Стране 26 лет. Ассамблеи народа Казахстана 22. Уникальному институту отведена важная роль – сохранять мир и единство в стране. А еще стоит задача развивать культуру и язык этносов, проживающих в нашей республике. С успешным завершением года членов Североказахстанской ассамблеи от имени Акима области поздравил его заместитель. В Североказахстанской области сегодня, мы знаем, много огромных интересных проектов было реализовано. Особенно и наша Североказахстанская ассамблея. Как глава государства отметил в своей программной статье, а также на 25-й юбилейной сессии Ассамблеи народа Казахстана, о том, что программа Рухани Жангру должна реализовываться в основном и движением с Ассамблеи народа Казахстана. Здесь, как мы сказали, проект 100 новых лиц, проект Уганжер, проект Атамитем, в котором члены нашей ассамблеи активно принимают участие. Почетные грамоты и благодарности. Их получают члены Североказахстанской ассамблеи за вклад в социально-экономическое развитие, укрепление духовных основ общества в рамках программы Рухани Жангру и активное участие в жизни области. Почетную грамоту Акима области вручили и Айнагуль Бектасовой. Она возглавляет Совет матерей Исильского района. Он объединяет порядка 200 женщин. Главная задача нашего общества, наверное, в первую очередь сохранение семьи, сохранение ценностей, воспитывать наших детей в духе толерантности, в духе порядочности. И самое главное, наверное, мы должны в первую очередь сделать все для сохранения мира, стабильности и согласия в нашей стране. Наградили здесь и победителей конкурсов научных проектов, культурно-просветительского Мэнбала и творческого в области журналистики Шанырак. Среди них и наша коллега Александра Салмина. Отметили, насколько я знаю, первомайский сюжет. Это фестиваль в суде был. И работники судебной системы в этот день нарядились в красивые костюмы, вышли на сцену, пели песни, танцевали. Было очень здорово, красиво. Я постаралась все это перенести, вот как оно было так же атмосферно, душевно. 1 декабря 8 североказахстанцев приняли участие во встрече с главой государства. Это финалисты проекта «100 новых лиц». Сегодня всех их пригласили на форум. Среди победителей – представители разных сфер, в том числе и Ассамблеи народа Казахстана. В первые дни, как образовалась Ассамблея народа Казахстана. Благодаря этому Ассамблеи у нас дома мир, дружба, единство, согласие. Потому что мы в санациональности живем как единые граждане Казахстана. В этом году в столице прошла юбилейная сессия Ассамблеи народа Казахстана. И теперь по всей стране идут обсуждения изменений в законе, которые регламентируют ее деятельность. Подводя итоги, участники форума отмечают. Поставленные президентом задачи в регионе реализуют активно. Успешно работают все проекты. Сегодня члены этнокультурных объединений – постоянные участники политических и культурных мероприятий. В числе первых они и в благотворительности. Здесь создан пул меценатов. В этом году они оказали помощь 400 североказахстанцам на 9 миллионов тенге. В армию на 40 дней присягу приняли 32 выпускника военно-технической школы Петропавловска. Накануне они сдали все экзамены, а сегодня в торжественной обстановке пообещали верно служить Родине. 40 дней службы позади. Твердым голосом и с гордостью Нурбалат Сахан произносит присягу. В каждом слове глубокий смысл. Торжественно клянусь до последнего дыхания быть преданным народу Казахстана и его законно избранному президенту. Свято соблюдать конституцию и законы моего суверенного государства. Вчера сдали все экзамены. Сегодня для этих ребят самый ответственный и волнительный момент. Служба прошла быстро и интересно. Но главное – полученный военный билет поможет начать карьеру на государственной службе. Именно такой трудовой путь выбрал для себя Нурбалат Сахан. Служба проходила интересно. Мы занимались по тактической подготовке, огневой подготовке. И в принципе получили знания, которыми должен обладать каждый военнослужащий. Военный билет пригодится для дальнейшего трудоустройства. То есть мы отдаем долг Родине и дальше, получив необходимые знания, можем устраиваться на военную службу. Присягу сегодня принимают 32 человека. На своих детей с гордостью смотрят родители. Снимают этот важный в жизни момент на камеры мобильных телефонов. Накануне главного праздника страны – Дня независимости. Дать слово преданно служить родному Казахстану – настоящая честь для молодых людей. Наша молодежь на сегодняшний день очень прогрессивная, интересная, креативная. Владеющая многими информациями, языками. Им хочется пожелать только здоровья, удачи, успехов, чтобы они служили на благо Родины и всегда гордо несли флаг Казахстана. Это группа стрелков. Всем ребятам больше 24 лет. За службу они заплатили по 263 тысячи тенге. Кстати, с нового года в Петропавловской военно-технической школе начнут обучать и другим специальностям. С 1 января 2018 года будем готовить по заказу Министерства обороны бесплатно юноши в возрасте от 17,5 лет до 26 лет. По специальности водители категории B, C и под категорией C1. Срок обучения у них будет 3 месяца. И водители категории B, C – топливомаслозаправщиков. Петропавловский филиал военно-технической школы обучает призывников из Североказахстанской и Костанайской областей. Набор новой группы военнослужащих начнется с 15 января. Ксения Куценко, Владимир Боровков. Новости МТРК. Первый кадетский класс открылся в Козлужарском районе. Набор 30 человек. Ребят будут обучать строевой и огневой подготовке, истории, азбуке Морза и многому другому. Проект реализовали при поддержке Военного института Национальной гвардии Республики Казахстан. По окончании многолетнего курса школьники получат сертификаты, которые дадут право на поступление в этот вуз. Ольга Файзулина. Подробнее. Специализированный класс Сардар гордо марширует по залу. В его составе 30 ребят. Они первые в кадетском движении Козлужарского района. Мне очень нравится учиться в кадетском классе. Там очень интересно. Мы с 9 учимся до 11. Мы изучаем азбуку Морза, строевую и военную историю. Сначала был отбор пожеланий. Потом мы сдавали нормативы. Подтягивания, бег, пресс, отжимания и другие физические нагрузки. Соблюдать устав, дорожить дружбой, быть патриотами. Такие наставления дают ребятам на официальном открытии класса. Торжество посвятили Дню независимости страны. Подарок от Акима Козлужарского района – принтер. Благодаря поддержке руководства военной прокуратуры, благодаря поддержке Института национальной гвардии, сегодня у нас во второй школе, в райцентре Бесковской второй школы, средней школы, открывается класс Сардар. Я думаю, это хороший пример, хорошая возможность воспитать детей, именно патриотизм, именно любви к родине. Пока такой класс есть только в селе Бесколь. Здесь занимаются физически подготовленные ребята. В конце года их ожидают настоящие полевые сборы. В среде недели они занимаются по урокам, то есть это военная история, далее скоростная радиотелеграфия, физическая культура, туризм, выживание. В субботнее время с учениками, то есть воспитанниками данного класса, занятия проводятся в военном институте офицерами военных капиталов, огневая потока, также история. Класс создан в рамках программы «Рухани Жангыру». После обучения дети получат сертификаты и будут иметь преимущество при поступлении в военные вузы. Ольга Фаизулина, Рустам Тлюжанов, Новости МТРК. К другим темам. 60% всех преступлений, совершенных в регионе – кражи. Чаще всего воруют сотовые телефоны, скот и квартирное имущество. В этом году североказахстанским полицейским удалось снизить этот показатель на 25%. Выросла раскрываемость. О предварительных итогах года начальник Департамента внутренних дел Берег Белялов рассказал депутатам областного маслехата. Затем они внесли свои предложения. Какие, расскажет Ольга Фаизулина. Перед зданием УВД Петропавловска выставка оружия и автомобилей. В этом году полицейские приобрели пять служебных машин благодаря дополнительному финансированию. Здесь же депутатам областного маслехата стражи порядка демонстрируют другие новшества. С января текущего года отменили жезлы, но форма осталась так же. Единственное изменение – это вот сейчас перчатки. Весь жезлов уже регулирует дорожное движение. При этом у него имеется видеожетон, носимый видеорегистратор, который в течение суток включен и ведется запись. От современных гаджетов к истории. О героизме отличившихся стражей порядка рассказали в музее УВД. Показали оснащение прошлого. А о том, как проходит служба в этом году, докладывает уже начальник областного ДВД Берег Белялов. Криминальная ситуация в регионе улучшается. Количество уголовных преступлений снизилось на 22% до 6838. Достигнута стопроцентная раскрываемость убийств, изнасилований, вымогательств. Найдены подозреваемые в 741 преступлении прошлых лет. Это почти на 40% больше, чем раньше. В следствии наступательной работы сократилось преступления особо тяжких, причины тяжкого вреда здоровья, вымогательств, грабежи, хулиганства, мошенничества, изнасилования, общественные места, на улице, в районе судимых, в состоянии опьянений и инферселедними. Одни из распространенных видов преступлений являются кразы от 60%. Их число сократилось на 25%. Полицейские активно взаимодействуют с россиянами. А еще решают проблемы отсутствия жилья у сотрудников. В этом году сдали в эксплуатацию общежитие для 40 семей. В планах продолжить эту работу. Депутаты отметили положительные итоги сотрудничества со стражами порядка. Тот меморандум, то взаимодействие, сотрудничество наше совместное, оно дает свои плоды. Я уже говорила, еще раз хочу сказать, что мы ощутили на себе уважение наши рядовые водители, ощутили уважение ваших сотрудников. А депутат областного маслехата Мадина Дарбаева выступила с просьбой помочь решить вопрос с лицами без определенного места жительства. Он касается безопасности дошкольников. Так как я работаю в системе образования, дошкольное учреждение «Алтинвесок» находится в центре города. И, к большому сожалению, круглогодично мы видим большое количество людей без определенного места жительства. Несмотря на все старания наших сотрудников, они стараются даже проникать на территорию детского сада. Все предложения и замечания Берег Белялов обещал учесть и внести коррективы в работу полицейских. Ольга Фазюлина, Михаил Козначеев, Новости МТРК. Осторожно, тонкий лед, предупреждают спасатели. С начала зимы они проводят рейды по водоемам. На реке Исиль лед еще окончательно не встал, но рыбаков это не пугает. Они все равно выходят на промысел. Чем может закончиться такая экстремальная рыбалка, расскажет Анна Житская. Для зимнего лова нужна теплая, пасмурная, безветренная погода. Но ясный день и легкий морозец не мешают любителям рыбалки выходить на промысел. Главное, чтобы температура не опускалась ниже минус 20 градусов, иначе рыба уйдет ближе ко дну, греться. Это окунь, он хорошо клюет и летом, и зимой. Владимир Иванчук знает все нюансы ловли. Я с детства рыбачу. Особенности лучше всех зимой клюет. Лед должен быть не меньше 10 сантиметров. Вот тогда мы начинаем рыбачить. Спасатели напоминают рыбакам о мерах предосторожности. Выходить можно только на толстый лед. Не бурить много лунок. В случае опасной ситуации рыбаки должны быть готовы оказать помощь. Для этого нужен минимальный набор спасательных средств. Использовать можно даже бур. Сегодня мы прошли по местам рыбной ловли. Проводим с рыбаками беседы, лекции. Доводим до них основные правила безопасности поведения в зимний период. Есть еще опасность, что хоть уже морозы наступили, есть опасность провалиться под лед, чтобы все родители смотрели за своими детьми, тоже до них доводили эти основные правила безопасности на воде. Кроме тонкого льда, самые опасные враги для рыбаков – алкоголь и темнота. Спасатели не рекомендуют близко приближаться к камышам, корягам. В этом году несчастных случаев, связанных с выходом на лед, в Петропавловске не было. А вот на Балхаше в 900 метрах от берега оторвало льдину, на которой было трое рыбаков. Всех удалось спасти. Анна Житская, Владимир Боровков. Новости МТРК. Продолжит выпуск короткая реклама. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Вы смотрите новости и мы продолжаем. 30 дней под палящим солнцем Абудаби. 27 декабря артисты ансамбля Адимао отправятся в Объединенные Арабские Эмираты на международный фестиваль. А музыканты областной филармонии представят свое творчество жителям Поднебесной. Сейчас у них проходят последние репетиции. На одной из них побывала наша съемочная группа. Легкая походка, плавные и грациозные движения. Так выглядят будни танцоров. Среди тех, кто отдал сердце этому виду искусства – Диана Беспаева. В мире паи и арабесок она со школьных лет. Говорит, сейчас танцы – главное занятие жизни. Очень люблю танцевать, особенно на сцене, когда у тебя есть контакт со зрителем. Передаешь свои какие-то чувства, ощущения, то, чего не можешь сказать словами. Это тоже, можно сказать, своего рода спорт, который закаляет дух, силу воли. Не дает тебе отпускать руки, идти дальше, работать над собой. Сейчас в коллективе занимаются 12 девушек. Семь из них поедут в Абудаби знакомить жителей Объединенных Арабских Эмиратов с нашей культурой и обычаями. В течение 30 дней, можно сказать, без выходных девочки будут работать на разных площадках. Туда приглашены многие другие страны, как тайцы, то есть как европейская часть, так и азиатские страны. Мы сейчас перелопатили, можно сказать, свою программу и сделали ее композиционно. Везем очень разноплановые танцы. В это же время свое творчество на другом конце континента покажут артисты ансамбля «Лкиса». С 27 по 30 декабря в Китае пройдет международный фестиваль. Местным музыкантам выпала честь представлять на нем нашу страну. Жителям и гостям Поднебесной артисты представят 17 номеров. Это казахские, русские, армянские, греческие, арабские народные произведения. Среди тех, кто отправится на фестиваль – Юлия Полякова. Больше 10 лет она не расстается с баяном. Говорит, эта поездка станет настоящей проверкой их мастерства. Мне были в этой стране, это уже что-то новое. Новые люди повидать, новые города. Ну и свою культуру показать, конечно же. Интересно посмотреть на реакцию другого народа. Пока одни артисты пакуют реквизиты костюмы, другие усердно готовятся к концерту, посвященному одному из главных праздников страны – Дню независимости Казахстана. Петропавловцев и гостей города они порадуют красочной и обновленной программой. Алина Боржанова, Рустам Тлюжанов. Новости МТРК. Выставка «Алаш. Вестники свободы» открылась в областном историко-краеведческом музее. Она будет работать несколько месяцев. О том, какие экспонаты представили гостям, расскажет Анна Житская. Выставка приурочена к столетию образования партии «Алаш» и созданию «Алашской автономии». Движение зародилось в 1905-1907 годах, а на Первом Оренбургском всеказахском съезде в июле 1917 сформировалось в партию. Чтобы собрать экспозицию, работникам музея пришлось приложить немало усилий. Материалы собирались буквально по крупицам. Это и какие-то документы были у нас в музее. Что-то работа велась и в архивах, и по материалам периодической печати. Пополнялись материалы, в том числе из фондов областной библиотеки Миссабита Муканова. Они предоставили многие из книг, которые представлены на данной выставке. На выставке рассказывают о роли национальной интеллигенции, которая обратила внимание на простой народ. Необходимость помочь населению и сподвигла ее создать партию «Алаш». В ней были и североказахстанцы. Конечно же, здесь отдельно мы не могли не осветить и деятельность наших земляков, североказахстанцев, кто был членом партии «Алаш». Это и Макжан Жумабаев, это и Смагул с адвокасов, мы рассказываем более подробно о жизни и деятельности. Это и Айдархан Турлыбаев, который занимал пост заместителя председателя правительства «Алаш-Арды». Здесь представлены материалы и о Зумаголит Лиулине. Торжественное открытие выставки состоялось в зале первого президента. Сюда пригласили курсантов военного института. Юноши с интересом изучают экспонаты и слушают экскурсовода. Мне больше всего запомнилось, что это флаг партии «Алаш». Что стоит заметить, данный флаг, он похож на флаг Турции и это говорит о том, что в то время участники партии «Алаш» и наши братья с Турцией были в хороших дружеских отношениях и запомнилась карта города «Алаш». Партия «Алаш» просуществовала всего три года. Еще некоторое время спустя «Алашская автономия» была частью Семипалатинска и считалась самостоятельным государством со своим правлением, куда входили 25 членов. В те времена это считалось прогрессивным показателем. Десять мест в правительстве отводилось в некоренным представителям народности, которые проживают на территории Казахстана. Наша страна и по сей день остается многонациональной и мультикультурной. Влияние партии «Алаш» на становление нашего государства трудно переоценить. Сторонники этого движения отстаивали независимость страны. Они первыми предприняли серьезные политические шаи к независимому демократическому государству. Анна Житская, Желудузбек Ермуканов, Новости МТРК. И о спорте. Ночная хоккейная лига завершает свой сезон. Финал областного первенства состоится в пятницу. А пока сильнейшие команды соревнуются за выход в решающий матч. Накануне борьба была между Доброй Ратью, Избисколя и Петропавловским Козылжаром. О результатах встречи расскажет наш корреспондент. Команды Избисколя и Петропавловска встречаются на льду не в первый раз. Ночная хоккейная лига существует четвертый год. Игра начинается с серии взаимных атак. Первую шайбу уже на второй минуте забивает команда Козылжар. Но Добрая Рать быстро реабилитируется. И вот счет на табло 1-1. На протяжении трех лет мы постоянно играем в полуфинале. До финала мы еще не доходили. Соперник довольно парни мастеровитые. Немножко сложных обыграть. Рассчитываем, что все-таки удача к нам сегодня повернется. Мы сможем одержать победу. После этого хоккеисты обеих команд усилили напор. Голы забивали один за другим. Повезло в этом противостоянии Козылжару. Встреча закончилась со счетом 5-8. Уровень игроков растет очень хорошо. Просто люди поняли, что нужно заниматься спортом. Матчи ночной хоккейной лиги стартовали 14 октября. В них участвовали 9 команд. Лучшие испытают себя в финале. Он на днях пройдет во дворце спорта. После этого команда победительница представит регион в Астане. По итогам состязаний из сильнейших игроков сформируют сборную. Она будет отстаивать честь Казахстана на международных соревнованиях в Сочи. Анна Житская, Эльмира Садвакасова, Владимир Боровков. Новости МТРК. На этом наш выпуск завершен. Смотрите МТРК, будьте в курсе событий. До встречи в эфире. Спонсор прогноза погоды. Фильтры для воды Аквафор. Прогноз погоды на четверг, 14 декабря. Ясно. Ветер южный 2-3 метра в секунду. Температура воздуха ночью минус 19, днем минус 14. Питьевую воду производят на заводах, где сначала из нее удаляют песок, ил, механические загрязнения и растворенные вещества. Затем воду полностью очищают обратно астматической мембраной, а также минерализуют. Наконец, в воду, которой предстоит длительное хранение, добавляют консервант, разливают по бутылкам и отвозят в магазин. Такая вода чистая, но очень дорогая. Можно ли получить ее в 10 раз дешевле? Можно. Для этого вам просто надо разместить завод по очистке воды у вас на кухне. Теперь это возможно. Знакомьтесь, Акваформа Реон. Это настоящий мини-завод чистой, мягкой, питьевой воды премиум-класса прямо у вас дома. Акваформа Реон полностью повторяет заводскую технологию очистки воды. На первом и втором этапах вода очищается от всех механических примесей. На третьем обратно астматическая мембрана полностью удаляет все опасные загрязнения. Вода становится мягкой, и теперь вы никогда не увидите накипи в чайнике. На четвертом этапе вода дважды обогащается ионами магния. Акваформа Реон делает воду на уровне лучших марок бутилированной воды и даже превосходит их. Акваформа Реон. Питьевая вода премиум-класса у вас дома. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова